так ну что хочу я вас познакомить с очень интересным шедевром который заказала моя жена себе и дочери собственно по интернету много входит броид калаброид разных айфонов китайских но этим пользуются некоторые мошенники заказали они сейчас я вам покажу сайт заказали они два штук этого мобильника где он где он где он нет и тут тоже не тут точка копия копия и тут и тут по моему да не тут закрыл я блин этот сайт ага вот значит вот он этот сайт shopresource.ru где вы можете заказать себе якобы айфон вот такой вот десятый айфон херня короче китайский ну и собственно сейчас я вам покажу коробочку коробочка там шнуры идут как полагается даже наушники говеные похоже на айфон а ну здесь нет вот такой вот дерьмо у него в комплекте ну короче вот такая коробочка вот видно хорошо написано написано айфон с яблочком все заебись за счет на английском дизайн апплик калифорния айфон с яблочком короче что в нем есть внутри такие вот говеные наушники коробочки звук и вообще ни о чем тупо как аксессуар для бормотания типа мотюгальника зарядка со шнуром почти как у оригинала ключик для симки и собственно сам мобильник черненький что здесь такого в нем есть сразу же говорю что на этом сайте с этим сайтом работают интернет-магазины мошеннические они сказали я так понимаю где-то в мытищах вот эта нижняя камера она действующая качество снимков очень ужасное ну вот этот аппарат я его как говорится разобрал уже посмотрел что внутри возможность sim карты вернее не sim карты а micro sd карточки то есть увеличить память в нем нет вообще вот собственно он уже не включается поскольку фактически это обычная звонилка звонилка ну и сам иски отправить там по интернету полазить вай фай есть у него в принципе блютузик есть подсветка и даже там вот эта моделька уже не работает ему время вот этому аппаратику буквально чуть больше суток и все это уже хлам что в нем было надо вот это верхняя камера это муляж фонарик не муляж светит есть тут фронтальная камера не увидите вот она чуть-чуть видно немножко она работает качество тоже галимы сделано под айфон вот эта кнопочка она которая вот здесь вот 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 какашка вот это вот находит туда-сюда вот вот нет никакого толку включает выключает звук выключается он по ебанутому ой извиняюсь две кнопочки громкость убавить убавить увеличить в принципе две дырочки якобы для динамика вот если вы посмотрите вот здесь вот есть две дырочки еще по бокам вот раз и два здесь должны были быть винтики изначально их здесь не было но на втором телефоне который у дочери он есть два этих винтика значит аппарат когда пришли я посмотрю он скрывался видимо его очень быстренько сдали втюхали скорее всего они их обратно вернули потому что это не смартфон он как бы выполняет некоторые функции смартфона но это не смартфон это говно блин то есть обычная звонилка набрал номер поговорил все слышно вроде нормально интерфейс заточен под iOS управление приблизительно схоже но разумеется здесь стоит Android они говорили что якобы Android 7 но когда я залез в настройки его посмотреть его Android оказался пятый ну просто он унифицированный что ли там так скажем этот Android собственно я его разобрал снял крышку заднюю там такой длинный аккумуляторик я вам даже сейчас покажу сейчас я его вскрою так вот сделано как как и iPhone то есть крышка так же только она здесь на клею слегка это не стекло корпус не металлический вот она как выглядит эта крышечка вот его внутренность то есть что мы здесь видим аккумуляторная батарея которая ну вот она подушка обычно видите полное говно здесь платка ну вот тут вот вроде бы как бы для microSD для microSD карточки вроде бы порт но microSD у нее не влезает что еще можно сказать снимал я стекло ну снял неаккуратно оно у меня треснуло немножечко поэтому сейчас даже посмотреть он даже не включается у меня видимо настолько голимый херня просто нет слов ребята просто если вы на этот сайт попадете старайтесь сделать так чтобы у вас там даже ни разу не услышали потому что сейчас мы пробовали дозвониться соответственно хрен вы дозвонитесь скорее всего они ставят блокировку на занято в черный список и таким образом приехал какой-то чурка все интересно у меня жена работала 7 лет в сотовой связи вот как говорится повелась вот на это вот говно блин огрызок который здесь нарисован и вот вам результат здесь особо ничего такого нет сейчас на данный момент это аппарат обычная звонилка от которого нет никакого толку но даже попробую зарядить и он уже не заряжается то есть батарея тупо села и все может зарядиться сейчас хрен его знает посмотрим подключил подключил я к нему его шнур зарядочка вот включилась вот видите батареечка сам по себе экранчик неплохой по цвету по ощущению в руке вроде лежит нормально но спрашиваю зачем вам это говно вот это вот которое называется блин чинофон ну я бы его назвал наверное чинофон даже на шьётофон а то прикольнее звучит но это вообще ни в какую ни в какие рамки не лезет то есть я предупредил жену я говорю вы хотя бы думайте что вы покупаете то я говорю работал 7 лет 7 лет работать в сопер связи элементарно даже проверить косяк здесь такой само управление работает но вот на этом работал пошустрее немножко на аппаратике дочери работает как будто бы подторможено они сказали что якобы у него 8 гигабайт 2 гигабайта оперативки 8 ядер и встроенная 64 ну разумеется когда я его подключил чтобы посмотреть полазил по настройкам увидел что действительно 64 но дело в том что я не знаю как это объяснить более правильно все эти 64 гигабайта они просто забиты чем чем я открыл айфон этот чиновон помойка фон говнофон вот его интерфейс чуть-чуть подсвечивать наверное слишком ярко ах хрен короче он даже не реагирует потому что сенсор сломался сразу моментально сломался вы видели чтобы айфон если у него треснуло стекло то он не работает любой аппарат с треснувшим стеклом он будет работать все равно этот вообще не реагирует больше ни на что маленькая трещинка якобы выпуклое стекло как они там называют то его как они там называют то его как они там называют то его ой и он сейчас еще что то пытается скачивать даже гугли включился что я имею так он не реагирует вообще что он там скачивает я вообще понятия не имею короче я подключил его к компьютеру у меня есть как windows так и linux системы сейчас на данный момент это вот linux я открыл его файловую систему и увидел там что все эти 64 гигабайта забиты несколькими папочками в которых ни хрена нету вот он но подключиться я не могу видимо потому что я его как говорится разобрал вот даже видео пошло крутится хе-хе-хе короче что то с экраном реально какая то хрень не реагирует не реагирует в общем когда я посмотрел у него вот эти папки которые у него там есть оказалось что там занято всего лишь где то около порядка 20 с чем то папок на 300 мегабайт всего лишь спрашивается разве 300 мегабайт ну хрен с ним хорошо что 68 4 гигабайта уходит на операционную систему разве вот эти 23 или 24 папки они могут забить все объемом в 300 мегабайт 64 гигабайта разве они могут это сделать спрашивается то есть ребята вы когда покупаете у нас в москве продают нормальные китайские вот эти вот чинофоны нормальные которые ну более менее рабочие но не это говно и по москве это всего лишь 2 2 или 3 конторы продают заводской такой китайский тайваньский скажем так если вас интересует аппарат который похож на айфон купите себе лучше лиогу там есть такой же аппарат абсолютно такой же единственное в чем его отличие этого лиога в том что там нормальная начинка железо там нормальные камеры там нормальные аккумуляторы все отличие только в том что вот читает айфона у него на некоторых телефонах бывает на передней панели кнопочка на каких то сзади вот бывает кнопочка кругленькая такая это как называется отпечаток пальца вот он у него поскольку китайцы не научились еще делать нормально этот самый считывание лица айди или как там называется вот то соответственно они сделали кнопочку такую для проверки подлинности отпечатка пальцев но аппаратик вполне достойный но не это говно вот который даже не назовешь вообще никак что это за херня я понятия не имею в общем мужики молодые люди девушки бабушки женщины не ведитесь на это говно потому что потом вот сейчас они звонили дозвониться они не могут как я уже говорил результат соответствующий в полицию на них заявление не подашь чеков нету кроме вот такого бумажки сервисная якобы SC mobilon я посмотрел в интернете этот mobilon он существует действительно но вот это говно он чинить вам не будет вот это который вот в этой коробочке здесь единственное что самое лучшее то что привлекательное это ну дизайн сохраненный от X10 и коробочка все ни хрена ничего нет хорошего все никто их ремонтировать не будет вам потому что это подделка в данном случае вот этот аппарат сейчас это даже не смартфон это это просто тупая звонилка смс-ка и все и полазить по интернету больше ни хрена он на нем не сделает будьте аккуратнее не ведите на это говно ой блин люди и отдали цена за каждую по 10 тысяч алиоко сейчас я вам попробую найти так что это у нас копия айфона а а ягу с 9 да получается вот смотрите пожалуйста вот вам этот самый айфон ягу отличный аппаратик абсолютно отличный такой же тоненький все все практически как я говорил вот только единственно он не считывает лицо у вас там по глазу или как там а вот такая вот штучка которая отпечатка вашего пальца сканирует все отличный аппарат тот же самый фактический айфон стоит он недорого китайцы сами знаете они стоят не особо дорого так что думайте сами не ведитесь на эту лажу и если есть возможность распространяйте рассылайте рассылки по этому видео чтобы другие люди не попадались так что спасибо что вы меня посмотрели и послушали что вы что